МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, гости! Что ж, впереди фестиваль, насколько я знаю, фестиваль казачества, посвященный памяти воинской казацкой славы, правильно? Совершенно. Василий Иванович, расскажите нам об этом фестивале. Что это за фестиваль, где он будет проходить? 18 октября в России отмечается праздник, день памяти воинской казачьей славы. Это день памяти всех героев, которые отдали свою жизнь за Родину, за Россию. И мы решили, что в этом есть смысл, и в этом есть... Мы обязаны принять участие в таком мероприятии, как «Ковечная память» тех героев, ныне здравствующих сегодня, потому что казаки принимали активное участие во всех наших событиях. И мы решили провести 18-го числа фестиваль, фестиваль казачьей песни. В нашем городском центре социально-спортивных программ работает очень много творческих людей. И мы на базе нашего объединения решили пригласить в этом фестивале лучших из лучших. Более подробно об этом нам расскажет непосредственно человек, который отвечает за художественную часть, это Виктория Филипплана. А мы считаем, что это только первый наш пробный фестиваль. Мы будем стараться этот фестиваль проводить ежегодно. Вот такие планы на будущее. А где он вообще будет проходить? Планирую провести его на базе Хмельницкого. Если бы позволила погода, конечно, мы хотели провести его в открытом поле. Как степь, это всегда ассоциация. Фестиваль называется «Крымское поле». Фестиваль у нас носит название. Но если погода не сетт коррективы, выступим в Доме культуры. Но в любом случае фестиваль состоится в любую погоду. Виктория, ну что ж, а кто же поедет выступать на фестивале? Ведь это фестиваль песни, правильно я понимаю? Да, конечно. Вообще я благодарю Василия Ивановича за эту идею. Потому что приурочить Дню памяти воинской казачьей славы именно фестиваль казацкой песни, это, наверное, очень здорово. Потому что казацкая песня, она такая разная, такая характерная, как славянские народы наши. Это и украинские казацкие песни запорожских казаков. Это и русские песни кубанские, терские и другие. И это такой богатый пласт народной культуры. И есть, как говорится, что показывать. А к вопросу, кто поедет, поедут в основном коллективы Орлиновского центра культуры и досуга и коллективы городского центра социальных и спортивных программ. Это будут и взрослые коллективы, и детские. Совсем недавно в Орлиновском центре культуры и досуга состоялся замечательный, на мой взгляд, фестиваль детско-юношеского творчества «Байдарские самоцветы», который прошел с огромным размахом, потому что ранее это был фестиваль районный, в котором принимали участие дети Балаклавского района. Сегодня это фестиваль всекрымский. И лауреаты этого фестиваля поедут в качестве подарка на фестиваль казачьей песни. А какие песни будут представлены? Я уже говорила о том, что это будут украинские песни в исполнении дуэта бандюристов. Это будут русские песни в сопровождении дуэта Мэца-Сопрано в составе Анны Качаловой и меня. Это будет коллектив, вокальный ансамбль тоника городского центра культурных социальных и спортивных программ, которые будут тоже петь украинские песни. Ну, предположим, «Ой, на горе два дубки». Или, предположим, популярная русская песня «Ой, то не вечер». Это все знакомые для людей, это все казачьи песни. И я думаю, что в заключении фестиваля все участники будут петь, конечно же, мы еще думаем, какую песню, но обязательно массовую, красивую и финальную общую песню. Хорошо. Виктор Петрович, почему местом проведения выбрана именно Хмельницкая? Во-первых, добрый вечер, уважаемые зрители и города Герой Севастополя, и также их приезжие. Дело в том, что у нас в Хмельницком создано на базе городского и социальных программ спортивных кружок «Кона» и «Казачья станица», которым я являюсь непосредственно руководителем. Я сам тоже являюсь и руководителем, работаю в отделе социальных и спортивных программ, педагогом дополнительного образования. И на этой базе у нас уже, мы уже отмечаем, скоро будет, наверное, юбилей, проходит сбор вот этих всех спортивных и социальных программ, посвященных казачьей славе, всем этим мероприятиям, детским зашкольным учреждениям, которые проводят там творческие коллективы, проходят военно-спортивные, патриотические игры такие, которые были нами основаны еще в 2008 году, это такие, как «Казачьи игры», где детишки могли соревноваться, участвовать во всех спортивных программах, во всех достижениях, которые необходимы для нашей молодежи военно-патриотического направления. И на основе того, что наш президент уже принял закон о сдаче ГТО, мы тоже к этой теме посвящаем, потому что у нас городской центр социальных и спортивных программ, и при участии отдела молодежи и спорта и нашего отдела государственных и социальных программ мы как бы приворачиваем этот фестиваль именно на нашей станице, потому что база у нас как бы только начинающая, на самом деле, но имеем своих лошадей, в бытности проводили неоднократно конные парады, конные переходы. Вот 16 июня был День России, да, и вот вы видели, какой огромный фестиваль, как переходы донских казаков, тем не менее, не только донских казаков, но также казаков России и зарубежья пришли сюда в город Герой Севастополь, прошли более 2000 верст сюда, да, вот, и популяризация была того, что закончили не свой этот конный парад в городе Герой Севастополь, понимаете, основную Дню России. Вот, фестиваль будет проходить на базе учреждения, клубов, да, где будут выступать творческие коллективы, также потом будет программа социализательная для детей, где детишки будут соревноваться, как бы и за призовые места участвовать в этом конкурсе. И потом мы предлагаем им такую программу, потом посмотреть детишкам, это элементы джигитовки, фланкировки казачьей, да, как бы вот показать детям, что на самом деле такое казачество, как это, что такое бытность казака, какая их нелегкая, как бы, судьба постигала в свое время, потому что сами понимают, что казачество это, в первую очередь, это защитник своего отечества и своих рубежей, да, но, тем не менее, это православный воин, который всегда с верой и в Бога, и с верой за свое отечество побеждали на полях, как бы, сражений, знаем неоднократно многие примеры, да, поэтому вот этот фестиваль привлечен, как бы, вот, именно для детишек, понимаете. Вот мы подготовку сделаем, как бы, социальную такую специальную подготовку, будет проходить элементы, детишки будут соревноваться, и, соответственно, потом уже будет в конце награждены за это, как бы, кто займет команду, какие-то первые места, и потом будет для детей такая, вот, как бы, полевая кухня, да, называется кулеш казачий, да, вот, традиционный такой вот. Ну, а кто будет принимать участие из казаков? Из казаков будут принимать участие, я сейчас покажу плакатик, как бы, чтобы вы понимали, да, прочитали. Из казаков будет принимать участие все казачества города Севастополя. У нас же есть здесь не только терские казаки, есть и донские, есть и кубанские казаки, понимаете, есть много общественных организаций казачьих, сформированных уже за, я считаю, десятилетия, да, как бы, вот, формирования казачества в городе Севастополе. Сейчас создан отдел по казачеству специальный при городе Севастополе, понимаете, который возглавляет Карасюк Александр Дедерович, понимаете, они будут принимать тоже активное участие, помогать нам в награждении грамот, как бы социальных программ, всех, которые необходимы для развития детей и военно-патриотического направления в нашем городе Герои Севастополе. Хорошо. Василий Иванович, а скажите, вот насколько важное значение имеют эти фестивали, как Вы считаете? Я считаю, что такие мероприятия нужны, необходимы даже, потому что это один из элементов патриотического воспитания нашей молодежи. Ничего плохого в том нет, что с детства мы детей приобщаем к чему-то прекрасному, хорошему. С хорошего человека всегда вырастет хороший патриот, защитник своей родины, патриот своего города, своей страны. И я считаю, что такие мероприятия идут только во благо. Плохому мы никогда ничему не научим и не собираемся что-то делать. А быть достойным гражданином своего города, достойным гражданином своей страны, это всегда было почетно, это всегда было уважительно. Будешь себя уважать, и тебя будут уважать. И в этом есть залог успеха. Конечно. А кто помогал в организаторстве? Активное участие принимает, конечно, у нас сам Центр социально-спортивных программ в лице директора Краевиктора Петрова Николаевича, отдел молодежи и спорта города Севастополя. И, как уже говорил наш атаман, все казачество по мере возможности, конечно. Равнодушных и безразличных здесь нет. Очень приятно осознавать то, что помощь и содействие по мере возможности оказывает каждый, к кому мы обращались. Это очень приятно осознавать и приятно понимать, что люди не для себя стараются, не для какой-то галочки или пиара, а понимать, что мы делаем доброе и хорошее дело и ставится нам в этом помочь. Практически всех, к кому мы обращаем, начиная с директором Дома культуры, заканчивая высшестоящим руководством в лице департамента молодежи и спорта. Всем за это хочу сказать огромное спасибо. А идет ли информирование населения, на что побольше людей приехало, посмотрело? Да, конечно. Мы это все пошли, как говорится, законным путем. Мы в сценарий подали документацию необходимого отдела молодежи и спорта в департамент. Они по своей линии информационной тоже разослали необходимые документы, необходимое извещение. Информация идет, и люди звонят, спрашивают, интересуются, будет ли, состоится. Конечно, будет, конечно, состоится. Достаточно много желающих. Да. Это очень хорошо. Хочем пригласить всех. Виктория, а какие вы лично песни будете исполнять? Я буду исполнять, есть такая песня замечательная. Солнце не зэнько, вечер блэзэнько. Спешу до тебе, мое серденько. Речь идет о казаках. И когда я стала изучать репертуарную направленность, оказывается, что это песня запорожских казаков. А великолепная песня «Ой, на горе два дубки». Это если мы сейчас говорим о украинских песнях, да? Тоже казацкая. Будет звучать песня «Горница». Это русская песня, народная. Как выясняется, это песня кубанских казаков. То есть очень много в репертуаре у меня были песни. И я как бы, когда стала готовить именно эту тему, я поняла, что народные песни, в общем-то, очень много из них непосредственно песни казацкие, в которых упоминается о том, что казак где-то там на войне, а его любимая ждет. Ну, в общем-то, тема народных песен. Ну, а если в целом говорить про казацкие песни, а вот какие они бывают, в чем их специфика? Вы знаете, они самые разные. Я же говорила о том, что народная песня, она разная. Лирическая, задушевная, грустная, в то же время веселая, задорная, плясовая, да? То есть это характер, характер славянских народов. А характер у нас какой? Мы темпераментный народ, славяне. Конечно. Виктор Петрович, а скажите, сколько вообще казаков сейчас в Севастополе? Можно сказать, насколько много? Вы знаете, как бы назвать точно количество сейчас казаков. Есть же казаки, как будто присяжные, есть казаки, которые уже приняли присягу. Но сейчас на данном этапе формируется в составе полка, допустим, отдел по казачеству, в порядке, ну, думаю, в порядке там больше двухсот человек уже казаков, которых реально уже приняты присяги, которые приведены к присяге. Сегодня, кстати, день покровов, сегодня казачий день, казачий праздник. Насколько я знаю, они очень ценят этот день казаки. Да, 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 это вообще, да, праздник очень великий. Это считается одним из первых праздников казаков, покрова. На покрова казаки принимают присягу, верстаются, понимаете. Сегодня во многих храмах, кстати, проходили вот эти присяжные дни на Херсонесе, в Владимирском соборе, в других храмах, в которых казаки как бы имеют отношение к своим районам, к своим, как бы непосредственно казачьим своим структурам. Вот они сегодня проводили все верстания казаков, чтобы сегодня была присяга в храмах. Поэтому сегодня большой, великий праздник. С праздником всех казаков. Желаю крепкого здоровья, успехов, чтобы Господь хранил их всегда, и мирное небо, чтобы всегда сияло над головой. Казаки будут защищать свои рубежи отечества своего. Василий Иванович, у нас совсем немного времени осталось. Расскажите, какие еще мероприятия на ближайшее будущее планируете сделать подобные? Наш отдел, мой отдел сельский сектор, я занимаюсь именно сельским сектором, отвечаю за этот отдел. Это не первый наш фестиваль, но у нас учебный год начинается с сентября. Но как бы наш календарный год как таковой нет, есть только учебный год. И все праздники, которые идут по российскому календарю, праздничные, мы стараемся тоже отмечать. Это в ближайшие дни, конечно... Военно-патриотические песни. Будут фестивали военно-патриотических песен. Обязательно это приуроченные Дни защитника Отечества 23 февраля. Это будут весенние праздники, фестивали, тоже концерты, посвященные 9 мая. Не обязательно, не только на 9 мая, но к этому событию. Это будет мероприятие, ближайшее, это у нас... Лето, конечно, мы заканчиваем свой учебный год и проведем такой большой гала-концерт. Вот всех этих лучших артистов, которые дети выступали, мы проведем такой летом гала-концерт. Вот такие общие планы. В любом случае мы планируем, вернее, мы ориентируемся на патриотическую направленность. Мы планируем детей воспитывать в духе достойных наших отцов, дедов, прадедов, которые отдали все, что самое дорогое у них было в жизни, это саму жизнь, за то, чтобы сегодня они могли жить, процветать и радовать нас. Вот в этом направлении мы и будем работать дальше всегда. Что ж, спасибо вам за вашу работу и за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Это была программа «В контексте». Оставайтесь с нами, впереди немало интересных тем. Редактор субтитров А.Семкин